Коркинский разрез горит, но Копейску, Челябинску ничего не угрожает. Такое заключение выдали специалисты Копейского филиала ВГСЧ. Только за последний месяц с замерами они выезжали более 20 раз. Было взято около 150 проб на экспертизу. Ни разу в ВГСЧ лаборатория не показала ни одного результата замера, хотя там специалисты высокого класса, и они знают, где мерить. То есть есть способ мерить по ходу вентиляционной струи. Это по-нашему по-шахтерски, а по-мирному это по ходу ветра, меряется воздух. И вот по нему они идут по ветру, меряют, и все равно не получается найти ни одного превышения норм ПДК. Важно отметить, что пробы берутся не только на территории самого разреза. Согласно мероприятию по мониторингу состава атмосферного воздуха, замеры производятся в различных точках, в том числе на трассе в сторону Челябинска. В прошлом году, наверное, с сентября месяца угольную компанию стали обвинять в том, что она загрязняет атмосферу не только поселка Роза, города Коркино, поселка Октябрьский, но вплоть до центра города Челябинска. И мы отбирали пробы, начиная с борта разреза, и по маршруту, вот если кто представляет, как ехать с Коркино в Челябинск, вот по всей трассе до Блюхера и заканчивали на Комсомольской площади города. Нигде и ни разу не было выявлено предельно допустимой концентрации горючих газов. То есть говорить о том, что разрез, вот именно горение эндогенных пожаров приносит вред окружающей среде и душит, как говорят, Челябинск, то, по крайней мере, это неразумно.